Дагестан без ограничений. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о снятии большинства запретов, принятых из-за коронавируса, до 31 марта. Так, будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов, кинотеатры, развлекательные торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода. При этом в силе остается использование масок в общественном транспорте и в помещениях, таких как объекты торговли и бытового обслуживания, аптеки, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорт, предприятия и организации, в частности медицинские. Прежде всего хотелось бы отметить, что за период прошедшей справедения последнего нашего с вами оперативного штаба ситуация значительно изменилась. изменилась в лучшую сторону. На протяжении нескольких недель уменьшается число заболевших и все меньше у нас остается количество тяжелых случаев. Не дожидаясь оперативного штаба на прошлой неделе, я принял решение, довел его до вас, связанное с тем, что мы ряд ограничений уже сняли. Сегодня мы обсудим вопросы, которые выведены или вынесены на поверхность оперативного штаба, дабы продолжить нам формировать вопросы, которые мы друг другу сегодня задаем, стоит ли дальше идти по пути смещения тех ограничений, которые у нас пока еще остаются. И это я хотел бы обсудить в контексте не только самого оперативного штаба по проведению противодействия коронавирусной инфекции, но и в рамках тех задач, которые мы ставим перед бизнес-сообществом, перед экономикой в условиях введения новых жестких экономических санкций. Сегодня этот вопрос в приоритетном и федеральном уровне. Значит, у меня произошла встреча с руководством правительства Российской Федерации, безусловно, сегодня это приоритетный вопрос. Приоритетный вопрос. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, прежде всего выступающие, которые в повестке у нас есть, и те, кто будет дополнять своими выступлениями сегодняшнюю повестку, высказали свое мнение, а члены правительства в том числе высказали свои аргументы. Потому что мы это должны сегодня рассматривать, еще раз повторяю, с одной стороны, за отсутствием необходимости введения ограничительных мер, с другой стороны, что эти ограничительные меры будут сняты только лишь в тех условиях, которые позволят нам активно противодействовать другому угрозе, теперь уже угрозе чисто экономической.